В общем, найди мужика! Привет, девчата и ребята! Я снова в хижине у ручья или как я ее сейчас называю в избушке из камыша или в избушке у ручья Конечно, мы с вами вместе выбирали это название, но после того, как я в хижине сделала печь, хижина выросла до статуса избы и действительно, понятие избы оно более такое колоритное более интересное, и поэтому я решила все-таки название ролика писать избушка у ручья избушка из камыша, то есть обыгрывать эту тему. Более того, кто-то мог бы поспорить и сказать, что это не изба, что это за надругательство ведь изба делается из бревен и так далее и тому подобное. Прежде чем называть свою хижину избой, я изучила этимологию слова и поняла, что данное строение очень даже подходит под статус избы, потому как вы сами почитаете этимологию слова изба. Откуда это слово взялось, как оно видоизменялось, с каких языков все это шло. Не только русское слово там с разных языков понятие изба произрастало. Мою хижину с печью можно даже в итоге назвать не просто избой, а избой по-белому, то есть избой с печью, с дымоходом. Бывают избы по-черному, там вообще печей нету, вернее дымоходов нету и внутри избы весь дым в избу идет и это называется изба по-черному, а у меня даже изба по-белому, потому как у меня есть дымоход и весь дым уходит за пределы избушки. И сегодня будет такой выпуск, ребята. Скопилась масса вопросов, не просто вопросов, а скорее таки вопросы, сомнения, скептические какие-то настроения. И вот самые-самые популярные комментарии по разным направлениям я собрала, записала их в файлик. Получилось 11 штук. И вот я сегодня хочу ответить, пробежаться по всем вот этим пунктам и рассказать вам. Дело в том, что вот кто меня смотрит постоянно, знают, например, по теме глины. Вы уже просто знаете ответ по теме глины и не задаете этих вопросов. И не пишите мне, типа, обмажь Танюша свою избушку глиной, тогда будет круче, класснее и так далее. Но приходят новые зрители, опять задают этот вопрос снова и снова. Вернее, не вопрос, а пишут рекомендацию, совет, совет, совет. Обмажь глиной, будет теплее, обмажь глиной, будет круче, обмажь глиной и так далее и тому подобное. Я индивидуально уже таким людям не отвечаю, потому что это действительно номер один пожелания под всеми роликами, связанными с избушкой. Я пришла к выводу, что все же нужно снять вот этот видео выпуск, в котором я отвечу так или иначе на все самые-самые популярные, даже не вопросы, а пожелания, вопросы, рекомендации и так далее и тому подобное. Вернемся к вопросу о глине. Те, кто смотрит мои ролики постоянно знают мое мнение по этому поводу и всем ребятам, которые снова и снова советуют обмазать хижину глиной, я хочу сразу сказать, глиной данное строение обмазать не то, что невозможно, возможно, наверное, или даже практически невозможно. Дело в том, что, ну я думаю, это люди пишут про глину, которые не работали с глиной и камышом, тростником. Иначе они бы просто мне это не писали. Еще раз говорю, что такие стены глиной обмазывать нельзя. Под обмазку глиной делается очень устойчивая конструкция, которая не шевелится вообще даже в малейшей степени. Не должно быть вот таких подвижных элементов, как у меня здесь. Понимаете? Делается строение с каким-то минимальным фундаментом. Под глину делается обивка дранкой или там, допустим, как сейчас, сетка может быть металлическая. То есть что-то прибивается. За что будет держаться глина вообще? Данное строение, если я начну мазать глиной, я буду внизу мазать, оно будет подсыхать, я буду мазать следующий слой и нижний будет просто отваливаться тут же. То есть это будет пустая работа. Это все равно, что воду в ступе толочь и так далее. Это из этого разряда. Это один момент по глине. Второй момент. Глина добывается очень тяжело. У меня нету рядом кучи глины, к которой я подошла бы, взяла ведерочко без проблем бы и пришла тут мазать. Глина копается. И чтобы обмазать вот эту избушку глиной, это мне нужно вырыть буквально целый карьер. Вы представляете? Вырыть карьер. Мне даже негде его рыть. Я вырыла небольшую ямку и, честно говоря, утомилась даже глину добывать для печи. Хотя там глины, конечно, не так уж и много пошло. Ну как, относительно немного. Это действительно очень трудоемкий, длительный, сложный, утомительный процесс, который потребует много времени. А мои постоянные зрители наблюдательные знают, что я свою вот эту хижину, вот эту избушку строю с апреля. То есть дело это довольно хлопотное. И хочу сказать, что данное строение обмазывать глиной неграмотно, неразумно. И главное, ничего с этого не получится. Я буду мазать, а оно будет отваливаться. Я буду мазать, и оно будет отваливаться. То есть это действительно будет как битва с мельницей, как толочь воду в ступе и так далее и тому подобное. Из этой истории. И мы подходим к следующей теме, к следующему вопросу, к следующим сомнениям, которые выражаются в комментах. Это тема, где находится моя хижина. И части людям кажется, что моя хижина находится где-то в каком-то глухом лесу, страшном, в окружении диких зверей. И они мне пишут, Таня, как-то не боишься, там звери, ты вообще молодец, это опасно. И говорят, лучше не надо так тисковать. А часть зрителей пишет, ой, наверное, твоя хижина стоит у тебя во дворе, и поэтому ее до сих пор никто не разграбил. Хочу сказать, что ни те, ни другие версии не верны. Хотя где-то в чем-то имеют смысл. Хижина находится, вот сейчас я это сразу скажу, один раз. И потом на все последующие комментарии по этому поводу я просто буду ссылку давать на этот ролик и таким образом отвечать всем. Хижина находится практически в населенном пункте, но не в населенном пункте, а в глухой части. Это сельская местность. И тут поселок разделен на две части, ручье. Вокруг ручья небольшой лес. Где-то он шире, где-то уже эта полоса. Но между тем, это действительно лесок. А в нашей местности эти леса называются байрачными лесами. Эти леса естественного происхождения растут только по руслам речушек в балках. И вот поселок разделен на две части этим ручьем. Когда-то этот ручей был весьма полноводным. Здесь дети ходили, ловили рыбу. было много рыбы. И постоянно вдоль ручья были протоплены тропы. Дети ходили, ловили рыбу. Женщины ходили, собирали грибы. И времена меняются. Ручей обменял и практически сошел на нет. Кое-где его завалило ветками. И он стал буквально непроходимым. К тому же лесок этот, который его окружает, в основном как бы порос терном. Опять же, непроходимые кусты. И в итоге по ручью создаются вот такие оазисы небольшие, дикие, куда люди уже не заходят. Потому что, ну, кто полезет через какие-то завалы, через терновые кусты, и вообще зачем? Рыбы уже в ручье нету практически, он обмелел, и что тут ходить, лазить, в общем, смысла нет. Вообще, думаю, многим это понятно, известна тема, что сейчас в сельской местности идет сильнейший отток жителей. То есть, люди уезжают, бросают свои дома, разгорают, дома увозят. Ну, тоже самое происходящее у нас. И в итоге я нашла вот это местечко за пустырями. Оно заросшее, оно дикое, ручей завален очень сильно ветками. И получилось, как бы, и недалеко от населенного пункта, и при этом очень такое дикое место, в котором даже мне очень трудно перемещаться на самом деле. Потому что тут такие кушери, что не пролезешь. Но собаки заглядывают в гости, заглядывают в гости-зайцы, там, фазаны тут постоянно ходят. Вот фазанов тут самое больше. Я знаю, что бывает, сюда приходят лисы, но в этом году пока не приходили. В ручье водится небольшое количество рыбки, которую я оберегаю, я ее не ловлю, потому что, если я ее сломлю, то ее просто там не будет. И она мне нужна, рыбка, для того, чтобы я ее снимала. Это мой живой уголок. И получилось место, которое мне доступно для строительства, потому что сюда недалеко идти. При этом, ну и люди говорят, вот, кто-то выражается менее, там, кто-то говорит, пишет, вот, разорять твою хижину, кто-то говорит, она, видать, у тебя под охраной. Нет, хижина не под охраной, и вероятность того, что кто-то сюда придет, и что-то тут натворит, есть. Но между тем, как я сказала, хижина защищена зарослями, защищена пустырями, защищена оврагами, и, ну и как я говорю, людей сейчас просто нет любопытства вообще лазить по кушарям. Вот сейчас я, правда, говорю громко, вот так на камеру, чтобы вы все слышали, и если кто-то там недалеко где-то будет идти, эту информацию слышит и подумает, о, там какая-то хижина, какая-то избушка, а пойду-ка я посмотрю, и мало ли, может этот человек будет нехорошим. Поэтому даже сейчас всю эту тему закрываем. Хижина, а, и вот это почему здесь иногда слышно собак? это неизбежно, потому что все это рядом находится. Сегодня я не только буду отвечать на самые популярные вопросы, я также буду готовить тыкву с мясом, с овощами. Наверное, вы уже заметили, что я пришла в шапки ушанки, а вот тут уже постепенно начинаю раздеваться. А так, не, накладку не засадите, там телефон. Итак, продолжаю отвечать на ваши вопросы. И следующий вопрос, ну, не сказать, чтобы вопрос, а два разных мнения на канале прозвучало, то есть часть людей пишет, как у вас там тепло, уютно, классно в хижине, а другая часть пишет, ну, вот, типа, топишь, топишь, а видно, что холодно, смысла нет, то есть, как бы выражают, выразились два таких мнения, что в хижине одним показалось, что тепло, а другим показалось, что очень холодно. И хочу, как сказать, что да, пока камин, печь топится, но не сразу, а именно вот в процессе, то в хижине становится реально тепло. И когда я ночевала, я вот выходила на улицу, и потом забегала снова в хижину, вот разница между нахождением на улице и тем, какая атмосфера в избушке сразу явно ощущалась. Я не замеряла градусы, но по ощущениям таким разница была очень большой. То есть, действительно, несмотря на то, что в избушке остается до сих пор много щелей в стенах, все равно вот эта печь-камин, она действительно помогает увеличить температуру. И, конечно же, эта температура остается более высокой, чем на улице, только пока камин топится. Многие мне там говорят, сделай задвижку вверху, но я задвижку вверху не буду делать, у меня не было изначально такой цели, потому что это все-таки не избав именно там без щелей, деревянная там, или каменная, или там, железная. Это все-таки из камыша, и тут уже другие правила, и делать там какие-то задвижки в этой, тоже лишний труд. Для начала нужно заделать все-все щели, и я потихонечку и заделываю, и заделываю, я не спешу. Это действительно стационарная база, на которую не нужно брать тент, не нужно брать палатку, хотя спальники я все равно беру, потому что я не хочу рисковать своим здоровьем и мерзнуть даже в малейшей степени. И даже если вроде как на улице тепло, я все равно стараюсь, чтобы у меня был костер, чтобы у меня были спальники, и чтобы у меня не было вообще никаких неприятных ощущений в плане холода. И, конечно же, когда камин тухнет, а я его не стараюсь поддерживать всю ночь, насколько получается, я там подкидываю дровочки, потом я засыпаю, камин тухнет, и, конечно, к утру температура в хижи не падает. И, как я показывала в прошлом ролике про ночевку, в кружке образовался лед, был небольшой морозец, по-моему, в районе минуса двух получился морозец в избушке. Но это такой не страшный морозец, учитывая, что я спала в трех спальниках. А, потом еще один из самых популярных вопросов людям совершенно все-таки непонятно. Я на самом деле в одном из выпусков о хижине уже отвечала на этот вопрос, но он снова и снова проскакивает в комментариях. Это в духе зачем вы это делаете, зачем это вам нужно, люди не понимают, зачем я вообще этой фигней занимаюсь, это не суразится, я строю какой-то вот эти халабудины непонятные. Странный вопрос, ведь мы все чем-то занимаемся, кто-то занимается вязанием, кто-то там апгрейдом машин каких-то своих, кто-то там паяет что-то, кто-то там готовит вкусные блюда, кто-то ходит просто в кафешке, в ресторане, кто-то просто зависает в интернете и играет в разные игры, кто-то читает книжки, ну вы понимаете я к чему клоню? У всех есть какие-то увлечения, вернее не у всех, а у тех, кто хочет жить какой-то более-менее яркой, насыщенной жизнью, то люди обычно ищут какое-то себе занятие по душе и им занимаются свободное время, таким образом они отдыхают, им получают положительные эмоции, им становится хорошо, кто-то просто идет пить пиво, вот, и это из той же истории, зачем тебе это? Да затем же, затем, что вы вяжете, пьете пиво, готовите вкусные блюда, гуляете, занимаетесь спортом, танцуете, читаете книги или вообще просто предаетесь какой-то супер-лени, кому что по душе, я уж не буду перечислять все увлечения, которые возможны в этом мире, и это из той же истории, это мое увлечение, мое хобби, это походы именно, это бушкрафт, это строительство всяких непонятных строений, мне это нравится, я получаю это удовольствие, я пребываю в нереальном состоянии умиротворения, благодушия. Еще один из самых популярных вопросов, это вопрос о том, почему я не боюсь, как это я не боюсь находиться в одиночестве, где-то там вот в хижине или в лесу, в этой избушке, как я не боюсь ночевать, в принципе, я об этом уже неоднократно рассказывала, что до того, как я пошла в свой первый одиночный поход, у меня было очень много страхов, я буквально боялась выйти во двор ночью, и мне казалось, как же так, я пойду в лес, и там будет очень страшно, и мне казалось, что за каждым кустом меня ждет какая-то опасность и какие-то страшные моменты, когда я пришла в лес, это было настолько умиротворяющая, спокойная, классная атмосфера, обстановка, лес был ко мне благосклонен, первый опыт у меня был очень удачный, и с тех пор я избавилась от всех своих страхов, вот этих страхов перед ночью, перед одиночеством, теперь я могу ночью прямо идти по лесу, могу ночевать под тентом, в палатке, могу ночевать в своей избе, у меня нет никаких страхов, у меня выработалось даже некоторое хладнокровие, можно сказать, хотя, когда возникают какие-то опасные звуки, я, конечно же, мобилизуюсь, все мое внимание мобилизуется, в теле появляется некоторая готовность к тому, чтобы разбираться с возникшей ситуацией, но, как правило, все опасные звуки потом оказывались достаточно безобидными, то есть, ничего страшного со мной не происходило. Сегодня я буду готовить, как вы поняли, тыкву, вот тыква, здесь лук, картофель, чеснок, конечно, сыр, кусочек грудинки. Сейчас я все это буду крошить, запекать и попутно продолжать отвечать на вопросы. И еще один, даже не вопрос, а даже самое популярное возмущение, когда я начала в роликах использовать слово бушкрафт в названии, в описании, ну и в самом ролике я начала произносить это слово, появилось много людей, которые мне написали фу, бушкрафт, это такое нерусское слово, а не могла бы ты подобрать русское слово, почему же ты так вот, ну, типа, нерусская такая, что ли, и вообще ты продвигаешь, как бы, что-то нерусское, и для них делаешь, а не для нас. В общем, такие возмущения в плане использования иностранного слова. И хочу сказать, опять же, наверное, люди возмущаются из-за некоторой своей необразованности, потому как русский язык испокон веков поглощал множество нерусских слов. Это было, это есть, и я подозреваю, это будет. И сейчас мы уже воспринимаем как русские такие слова автобус, абрикос, магазин, халат, шашлык, те же слова, интернет, компьютер. И этих слов сотни, и даже, я думаю, тысячи, даже вот моряк, флот, я просто все на памяти не помню слова, но это я изучала информацию, опять же, в том же интернете, и все эти слова были заимствованы из разных языков, с английского, испанского, польского, французского, германского, то есть русский язык обогащался за счет других языков многие века и продолжает это делать. Вот, например, такое явление. Сейчас все мы ходим в магазин, но нету в русском языке изначально такого слова, как магазин, это полностью нерусское слово. Но мы все привыкли ходить в магазин, и никто не куксится и не выражает недовольство от того, что мы пользуемся словом магазин. Но почему-то бушкрафт у всех вызывает вот такое негодование. А между тем, это действительно понятие, которое пошло к нам из-за бугра и аналогов в русском языке, это самое близкое, это выживание. Но опять же, слово выживание вызывает еще большую бурю протеста, чем даже слово бушкрафт, потому что, когда я использую слово выживание, люди тогда возмущаются, ну и где тут выживание, ну ты вот тут в избе, ну вот ты тут готовишь, теплее, где выживание. То есть люди возмущаются в принципе любым словом, бушкрафт, выживание. Наверное, они предлагают мне называть как-то ролики уныло, такими названиями, на которые они же в принципе потом бы и не среагировали, и не обратили бы внимания. А мне нужно называть ролики так, чтобы ролик сразу своим названием людям, которые в теме, сразу давал понять, о чем этот ролик. И сейчас бушкрафт направление набирает обороты, и кто в теме, тем сразу понятно. А, бушкрафт, это моя любимая тема, пойду-ка я посмотрю. И вообще, бушкрафт изначально, ну в принципе, я не буду рассказывать подробности, но перевод примерно такой. Буш, кустарник, крафт, выживание. Грубо говоря, выживание в кустарнике. Этот термин возник вообще в Австралии. Именно там местности, которые называются бушом, то есть там даже не леса, а именно вот эти кустарники. Но сейчас в наше время слово на самом деле приобрело более широкий смысл, и я его хочу развивать и даже расширять. Бушкрафт может быть и в городе, и в лесу. И в степи, и в избушке, и даже в нашей городской повседневной жизни. Это бушкрафт, это выживание. Если вы применяете какие-то навыки, какое-то изобретательство, какие-то свои умения, и это повышает ваш уровень выживания, в общем-то вы занимаетесь бушкрафтом. Опять же, я не настаиваю на своём мнении, ни в коем случае. это чисто моё мнение, моя философия, мои размышления. Вы же можете придерживаться, поддерживать это мнение, можете как-то наоборот отрицать. Это каждый имеет право мыслить и пользоваться словами так, как ему угодно. Но между тем, я хотела поделиться с вами той информацией, которой пользуюсь я и теми мыслями, которыми руководствуюсь именно я. А это в тему того искры. Вот, не просто искры, вот я угли бросаю на тростник, на камыш, который я вынесла, даже сухой, из избушки. Вот, пожалуйста. Это насчёт пожароопасности. Это один из самых тоже популярных комментариев. Будь осторожна, это очень опасно, возгорится там от любой искры. Дело в том, что тростник, камыш не возгорается от искр. Его очень сложно поджечь. Под ним нужно буквально, вот я головёшку, которая вот, она дымится, она красная, она вот, всё, я её вынесла, вот я её кидаю, искры от неё летят, вот, угли от неё летят, не горит. Понимаете? Надеюсь, я вам ответила на вопрос. Чтобы жечь эту хижину, это надо постараться, это надо сделать огромный факел и прямо вот держать в одном месте, держать, держать, чтобы начало гореть. Более того, отведёте факел в сторону, оно прогорит в одном месте и дальше уже не пойдёт опять. Чтобы поджечь в другом месте, нужно опять держать факел, вот так. Либо облить хижину каким-то там раствором, спиртом, бензином и так далее и потом поджечь, тогда да, будет пожар. Либо будет засухоустойчивый какой-то сезон пожароопасный, когда уже такая будет сушь и жар, тогда может быть тоже вероятность какая-то. Но до сих пор, когда я пытаюсь даже вот в костёр добавлять тростник, камыш, это очень плохое топливо на самом деле. Оно горит только при помощи вспомогательных каких-то средств. То есть нужны какие-то дровишки дополнительно, нужна бумага, нужно хотя бы что-то. Сам по себе камыш очень плохо горит. Вот они, пожалуйста, угли тут остались. Ничего не горит. Дымит что угодно, но не горит. Это ответ в плане пожаробезопасности. Так, ещё угли недостаточно, но я между тем буду отправлять тыкву в печь. Практика показывает, что когда в фольге запекаешь, небольшой огонь в принципе слишком не вредит. Тут травиняку вот так вот развернуть. а ещё одна и ещё один из самых популярных комментариев. Это мне пишут бедная одинокая несчастная женщина где-то там сбежала в хижину. Как же её достала жизнь? У неё нет мужика. Найди мужика, тебе станет легче. в общем найди мужика. Коротко говоря, можно эту тему назвать так. Найди мужика. Но опять же это пишут новички, которые не знают, что я замужем. Вообще меня коробит эта фраза найди мужика. Она грубая. как знаете заведи собаку, заведи кошку, а тут найди мужика. Меня удивляет, что люди так вот мужчины так грубо пишут о самих же себя. Женщины так пишут о мужчинах. В общем меня эта фраза категорически не устраивает. Я бы никогда никому не посоветовала. Найди мужика. Найди любимого человека. как-то так. К счастью я замужем. И кто посмотрит мой канал, кто знаком со мной давным-давно, также знаком с моим мужем Евгением. И мы с мужем живем душа в душу. У нас общие увлечения. Мы вместе ходим в походы. Мы вместе работаем, решаем какие-то вопросы. И более того, мы не мешаем друг другу заниматься какими-то своими хобби. Вот у меня на данный момент вот эта избушка, это мое увлечение, мое хобби. Мне хотелось вот этот проект реализовать именно самым. Как я все построю, как я решу эти задачи. мне хотелось все вопросы решать со мной. И еще вопрос «Заведи собаку». Тоже меня этот вопрос весьма так удивляет. Дело в том, что «Заведи собаку». Ведь это большая ответственность завести живое существо. И если ты заводишь собаку, чтобы брать ее с собой в хижину, она никуда не девается во время, когда я не в избушке, когда я ухожу в поход на две недели, когда мы уезжаем из дому, куда девать эту собаку? Кто за ней будет ухаживать, кто ее будет кормить? Собака это живое существо, которое нужно любить, за которым нужно ухаживать, ее нужно кормить, ее нужно воспитывать. И сейчас я не готова всем этим заниматься. Это не просто так. Взяла плюшевого медвежонка принесла, посадила его рядом с собой. И няшно, и прекрасно, и ухаживать не надо. Здесь все не так. Собака требует ухода, внимания, воспитания. Например, я не умею воспитывать собак. То есть мне нужно будет учиться воспитывать собаку, но я не готова этим заниматься. А невоспитанную собаку приводить в хижину, она тут все разнесет, она тут все уничтожит. И это будет совершенно невесело. Сюда нужна только культурная собака, приученная командам, которая, если легла на лежанку, там и лежит. Если села рядом с очагом, там и сидит. А не бегает, метушится, крушит все на своем пути. Это будет совершенно нерадостно. Ну, похоже, я ответила практически на все ваши вопросы. Да, мне нравится фольга, она не горячая. Ну, как, горячая, но не сильно. Опа! Позворачиваем нашу красоту. Посыплю это все сыром и на какое-то время снова заверну. пускай он там поплавится. Кстати, тыква даже не подгорела. По сути, это то же самое, что как мясо, запеченное с овощами в горшочке, но на этот раз у меня съедобный горшочек. Причем сладкая тыква, вкусная. Единственное, наверное, добавила бы кусочек сливочного масла или, может быть, сметанки. И тогда вообще, наверное, была бы бомба. Хотя и сейчас мне очень даже нравится. И плюс я, наверное, все-таки бы еще потомила минут 15-20. Я побояла, что все прогорит и подгорит. Нет, не подгорело. можно было бы 1.15 где-то держать 1.20. На этом все. Всем приятного аппетита. Я выключаю камеру, буду наслаждаться трапезой вкусной. ПОДПИСМЕНТОМ 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 ПОДПИСМЕНТОМ